В ближайшее время у граждан России появится второй паспорт. Так уже назвали принципиально новый документ, созданный на основе высоких технологий. Универсальная электронная карта может избавить людей от бумажной волокиты, должна обеспечить им доступ ко всей сфере социальных и государственных услуг и заменить большую часть существующих сейчас документов. Это будет, по сути, второе основное идентификационное средство для гражданина. Причем, с учетом того, какие возможности создает эта карта, это может быть вполне вероятно первым средством. Потому что паспорт это все-таки такой же будет формальный документ, который может предъявляться только в строго определенных случаях. А практически повсеместно в стране основным средством идентификации гражданина будет эта карточка. Основным неудобством этой системы может стать то, что при утере карты вы потеряете и медицинский полис, и пенсионное свидетельство, и вообще доступ ко всем услугам, что предоставляет универсальная карта. Есть еще один замечательный документик, вот у меня, стратегия развития электронной промышленности России. Да, подписанный господином Христенко. Да, вот я покажу этот документ. Это приказ, который уже утвержден правительством России. И согласно этого документа, вот и позже 2025 года, в мозг каждого гражданина России должно быть внедрено наноэлектронное устройство. Последние достижения отечественных специалистов в области нанотехнологии продемонстрировали российскому премьер-министру. Это первый в нашей стране чип размером в 90 нанометров. Настолько маленький, что его сложно разглядеть без специального оборудования. Применение очень широко, от биометрических паспортов до авиаэлектроники. 8 лет назад в США стартовала новая программа по борьбе с терроризмом. Основное оружие в ней – микрочипы. Благодаря им можно в считанные минуты получить полную информацию о человеке. Это Аарон Руссо, режиссер и бывший политик. Рядом с ним Николас Рокфеллер, представитель пресловутой династии банкиров и бизнесменов. Аарон имел дружеские отношения с Николасом Рокфеллером, но им пришел конец, когда он узнал больше о Рокфеллере и их зал. «Ну так и конечная цель какая?» Он сказал, «Конечная цель – чтобы всем в мире был встроен чип радиочастотной идентификации, и все деньги будут привязаны к этому чипу. А кто будет протестовать и делать что-то нам наперекор, мы ему чип отключим». Вот так, микрочип. Это тоже вызвало у кого-то удивление, у кого-то страх или даже неприятие этого. Но на Западе это сделано. Мы в какой-то степени запаздываем. А что это? По этим законам государство будет собирать персональные данные каждого гражданина России. Это будет находиться в общем банке данных, хорошо защищено, и будет использоваться только в борьбе с преступниками и террористами. А что за персональные данные? Вот все данные. Вот весь рост, цвет глаз, какие там волосы, вес его, какими болезнями болел, вероисповедание. Ну, полный портрет человека. Будут давать новые документы, паспорта, номера. Будет все электронное. И будут везде распространяться начертания. Он их называл ветхозаветным израильским символом. Узнать, говорил, его можно так. У него будет 30 палочек по числу 30 сребреников. Крайне удлиненные и в середине удлиненные. Как его увидите, знайте, что это он. И будут ставить его на продуктах, на документах, везде-везде. Будет исполняться апокалипсис. Будут времена тяжелые, будет исполняться апокалипсис. Будут налагать на людей тяжелые времена и номера. И не будут иметь права никто, не взявший документ, новый паспорт, никуда не на работу, нигде. Какой у тебя паспорт? Старайся оставаться с ним. Не надо тебе больше ничего. И другим говорить. Это будет сильно идти бурно до воцарения Антихриста. Пока он не воцарится, люди не будут замечать, даже те, которые примут этот паспорт, будут ощущать все блага, все удачи. Им так хорошо, они будут разборки. Люди всем говорят, да что вы люди, да мне так хорошо. Вот я без номера, без паспорта не мог оформиться ни на работу, ни открытый кое дело. А сейчас мне все идет. И многие будут соблазняться. Но это радостнее будет до воцарения Антихриста. Когда включится всемирный компьютер. Тогда те, которые взяли, горе, горе. Будет страх и ужас. А невзявшие будут гонимы. Но будут с Богом. Старец говорил, будут большие притеснения, будут гонения. Но будут не те гонения, которые были с 17-го года. Сейчас будут совсем другие. Молитесь Господу, стойте твердо, надейтесь на Господа. Не бойтесь, Используй с вами. Будут добровольно, принудительно. заставлять вас брать новые документы, работать на них. Никогда. Помните, мысль иногда будет, да, я соглашусь, а потом Бог знает. Никогда. Только согласитесь на этот маленький шаг, вы потеряете все навсегда. Благодать уйдет. Поэтому никаких компромиссов с небогоустановленными властями не должно быть. В образе этих человеков будет адский змей работать. О развале Союза предупреждал задолго до этого. И что после красных паспортов образца 1975 года будут давать жидовские шестерками. Он их так называл, жидовские. Лучше с голоду умереть, говорил, чем их принимать. Мы должны называть себя христианами. Я христианин, а если я гражданин, значит, мы к миру прилипляемся. Гражданин это мирское слово. И сами как бы согласны с этим, что я гражданин. То есть мы нигде не должны ставить свою подпись под словом гражданин. Да. Ну, получается так. Ну, что о временах. Он говорил, что будет антихрист, паспорта не берите. Бенивот говорил, что не бери паспорт. Это вот тот красный, да, советский? Вот этот российский. Красный я уже взяла. Я взяла раньше еще. К ему приехала, я говорю, отец Николаевик, паспорт взяла. Даже не задумываясь, говорю, взяла и он говорит, что наделала ты? Ну, ладно, говорит, вот взяла еще. Ладно, а следующий будут давать российский? Ни в коем случае не бери. это уже будет у тебя одна нога в аду. Чувствовал себя очень плохо, очень слабенько, но благословлял. И говорил, вот что паспорта не меняйте. Был такой случай, я уже вам рассказывала, приезжала с Чусовских городков, Анна, и говорит, что на меня такое давление, что я не выдержу получать паспорт. Он сказал, не получай паспорт. Ну, и не получай. Получать его нельзя. И она говорит, тогда благословите меня на мучение. Он ее благословил, поднял руку и благословил ее. Говорит, да, лучше умереть, чем получать эти документы. А вот будут паспорта давать, будут карточки давать, чипы будут давать. Так и говорил чип? Он нет ничего говорил. Печать. Печать, да. Печать. Вот печать будут давать, смотрите, ничего не берите. Это очень страшно будет. Антихристов все это будет. Антихристов период вот такой. Вот он говорил, что прежде чем печать ставить настоящую, народ забросает бумагами, чтобы они... Прежде чем будет антихрист ставить свою печать, народ забросает бумагами. Да. Он так выразился. Сначала бумагами забросают, а потом будет печать. Ну, то, что он дал понять, что вот сейчас эти бумаги, паспорта, и, наверное, это все бумаги. Вот он сказал, да, забросают, говорит, людей бумагами, они как бы привыкнут, а потом уже настоящую печать. Он так и говорил, что сразу печать ставить не будут, потому что никто ее не примет, не примет, сразу поймут. А вот эти бумаги, видимо, как бы отнимают ум, и потом уже люди примут. Вот его выражение такое было. Сначала бумагами забросают, а потом уже печать. А вот как, он прекрасно не был выставлять? Нет. Потому что маме он сказал, вот мне это он так благословил. Конечно, со вздохом, говорит, Мария еще молодая. А маме сказал, Анна, паспорт не бери. А до этого у нее был паспорт? А зеленый. Зеленый был. Ну вот. А вот он с вами говорит, что приехали домой, паспорт, если кто не возьмет, пенсию давать не будут. И, конечно, она по маловерию, не послушая ни батюшки, она взяла. Но когда приехала, он в первую очередь благослужая ее прислала, она паспорт взяла, мама говорит, взяла. И он все вздохом сказал, ох, мутарство-то будет тяжело проходить. А вот этот паспорт уже... А про следующее он, помню, он говорил, будут жидовские паспорта, которые уже вообще не за... Ну, вот этих красных, Да, вот, видимо, сейчас, которые отдают, так как власти евреи, и, видимо, к этому относятся, что это жидовские паспорта. От них идет это. Он называл так, жидовские паспорты. А он не говорил, что они будут шестерками? Это не помню. Но их уже он конкретно говорил, что жидовские паспорта это уже. А вот батюшка не говорил, что будут номерки давать, как сейчас вот эти, пластиковые карты? Но их уже ни в коем случае брать нельзя. Прямо так и говорят? Да, да, да. Электронные карты? Да, электронные. Он называл пластиковые. Пластиковые жидовские паспорта будут. Это уже как, если принимаешь, это как от жидов. Раз они их не... Вот, а потом будут пластиковые. Это уже ни в коем случае нельзя. Говорят, что он примут антихриста. Примут. Духовенство. Вот вас, говорит, батюшки будут голословлять на это на все, вот на паспорта, на все. Вы не принимаете, все равно не принимаете. Не надо принимать ни печати, ни паспортов не надо принимать. А если большинство духовенства пойдет, а ведь паства ориентируется на священников, значит и большинство верующего народа также отпадет. Будут спасаться только единицы. Вот он как-то говорил так. что враг сейчас борется так, что как вам я по-своему объясню. Вот, например, человека почитают, и враг на него начинает нападать. Нападать, чтобы он шел по другой дороге. Ну, неправильно. А паства, глядя на него, пойдет цемент. И вот сейчас как бы все усилия на священство у демона, чтобы не священство ушло неправильно. Вот. А пастырь будет неправильно, а люди пойдут на священник. Священник сказал, значит, так можно. С ним уже не надо с людьми бороться, потому что они смотреть будут. Не говорил, что придет время, все духовенство отступит от Господа? Говорил, говорил. Ну-ка, ну-ка, поподробнее. Вот он говорил, что такое время придет, что все предатели будут. Духовенство все предатели? Я помню только такой случай он говорил. Когда Господь жил на земле, среди его учеников был один предатель. Юда. Остальные были верны ему. А перед путешествием повернется, что мало будет верных, пастырей. Остальные будут неверные. Он так сказал, повернется обратно в сторону. Без гонения, он говорил много раз, без гонения кончина не будет, потому что не хватает мучеников у престола. А мученики до Христа это души идут ко престолу. Он так объяснял, какое число бесов упало на землю, и вместо них должны мученики, мученические души подняться ко престолу. Бесы у престола были. Вот как он сказал, как последний мученик будет замучен, число исполнится, так все выискали. А он сказал так, праведников Господь выведет. И даже из Перми, из любого города. Праведников выведет, только надо слушать голос. И если будет приказ, что там куда-то повезли, верующих собирают, то прятаться не надо. А надо выходить, потому что это голос Божий. И как только праведники выйдут, и Господь тогда кару пошлет, как вывел этого лота. Сказал выходи, он же вышел. А если б не вышел, он бы погиб на непослушании. Он ведь сказал, что Миша Меченый перестройку сделает. И в России хозяина не будет. То, что попало, тот, кто и будет делать. Все расташат. И расташили все. Что еще тебе надо? Ну, а про духовную власть? По духовному, а еще по духовному. Он сказал, все батюшки примут документы и будут служить дьяволу. Все батюшки примут. И единичка только будет останется. А бороться-то как бороться нам? Нам бороться как? Кого? Нам как бороться? Что нам делать? Как бороться? Молиться надо. Может письмо это владыке написать? еще что-то? Кого? Может епископу что-то надо сказать? И епископу то скажи. Он вот такой рогатый. Ой очень любил говорить про государя императора. Такое что кто его государя императора не уважает так кто-то и не спасется даже. А вот говорил что если за вами не придут так вы не божьи. Одна бабушка говорит а как внуки он говорит а ты спасаться пойдешь а внуков своих оставишь вот у меня сейчас просто больной вот у меня четыре внука да и вот и пятый на это и с муками вместе надо идти да потому что ты говорит пойдешь спасаться а их оставишь ну если внуки маленькие если взрослые а вне зависимости всех всех собой да потому что видимо тут будет так тяжело даже он про войну и про голод и про гонение все говорил он говорил готовьте да он еще до смерти за два года говорил еще в 99 готовьте сумки в общем будут разрешать брать две большие сумки и весь мешок вот вещей брать вот сказали батюшка а продукты он говорит а продукты так только сухари потому что продукты тоже отбирает будут вот и сказал что вот на сборы дадут полчаса но старайтесь попасть на первые эшелоны потому что там сама Божья Матерь будет встречать сама Божья Матерь первые эшелоны будет встречать вот и будет хорошо жить и вот так руками взялся за голову и сказал а здесь то что будет он говорил что вы туда приедете и можно будет занимать любой дом любого места людей да уже людей видать будет но он будет это после военных действий говорил если за вам не приедут так вы уже и не Божьи надо за колеса хвататься но стремиться попасть в первый состав он очень переживал что нет покаяния он все это же видел что как говорится что в храмах нет того покаяния нет того понятия что ли в какое время мы живем что это все так легко принимают эти номера он вообще был против если на храм принимать номер очень против потому что антихристовый номер на храм это же у него было несовместимо в юном понятии вот это принятие и он вот так даже говорил что Мария наше вот руководство нынешнее да это все будет специально все придумано чтобы запечатать побольше людей будет специально сделан искусственный голод вот уберут продукты не потому что их не будет а просто их уберут искусственно чтобы вот запечатать людей отец Гури давал литературу вот об этих вот никаких банковских карт некредитных чеков вот чековых книжек и все это вот о числе антихриста о чипах но как в писании говорят если вы этот чип оденете то уже вы не божьи люди и это одно еще а второе он вот на этих проповедях такое говорил что конечно ему не разрешили потом уже быть он открыто говорил в синоде ведь нет почти настоящих православных митрополитов есть три человека может быть истинных а больше нет остальные это все говорит это все сторонники глобализации там нет уже таких истинных батюшка нам всегда говорил у него было то самое главное чтобы все мы чадушки спаслись и он всегда говорил ничего не принимайте нигде не подписывайтесь не берите ни карточек ни магнитных ни паспортов ничего бесовского не брать нам не благословлял если одно примите то примите и другое одно из каких-нибудь писательских документов возьмешь то значит примешь и печать не устоишь не устоишь малым то значит получишь и печать особенно говорил это самое пластиковое ни в каком виде тоже не брать карточки у этого правительства ни одного документа не брать по документам он нам сразу еще в 90-х годах сказал что вот будет такое вот ничего это брать не надо это еще в 90-х годах еще Ельцин был там тут еще непонятно что-то отворилось а он вообще прямо конкретно говорил начиная с ваучеров ничего брать нельзя да? ваучер сказал это надо отказаться ваучеры все эти ступеньки он сказал так называл ступеньки в ад это все так и говорил ступеньки в ад 90-х годах это все завуалировано все сделано поэтому надо в этом попакаяться как говорил что если принят документ документ личности там же есть и код это уже человек становится как бы ну плохо говорил что это уже мой человек принял принял паспорт принял все принял не говорил что с принятием паспорта в человека без входит благодать отходит он говорил что благодать от человека отходит вот это он говорил принявший паспорт он уже принят примет печать ему не устоять печати. Почему? Он настолько, настолько он был против вот этих всех антикристовых документов, это надо было видеть, вот это его родение его, видеть, чтобы настолько вот он душу рад был положить за человека, чтобы тот не принял это ничего, что, говорит, если примите, начиная с ваучеров, уже начинается затмение, затмение разума, воздействие, подажешь эту систему, и уже потом закроется все. Поэтому, это, говорит, не печать, но то есть огромный шаг печати, и все. Он говорил, предупреждал нас не только об НН, предупреждал он нас о карточках, предупреждал нас о паспортах, которые начали выдавать в 95-м году. Сказал, что даже ему Божья Матерь подсказала, он сказал нам, что паспорта эти брать нельзя. То есть, ему было явление Божьей... Явление Божьей Матери насчет паспортов ему было, да, он сказал, идти паспорта брать нельзя. Что делать с тем, если вдруг по незнанию принял там номерок, паспорт, вот, пластиковую карту? Он говорил, что надо не только сдать этот документ, сдать обязательно, сдать и покаяться. Вот, или это самое, допустим, если ты за что-то расписывался, за что-то брал, вот, например, ННН или что-то, надо вот именно отнести, сдать, и заявление написать, отдать все, чтобы это не на тебе было. Не только покаяться, но обязательно сдать его, этот документ, избавиться от него, отдать. Еще другой раз приходит и говорит, вот, все, говорит, я понял. Я говорю, что батюшка понял-то? Епископы сатаны, говорит он. Я говорю, да, что такое, ты говоришь-то, разве можно? Не, 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 не. Мне чего? Я все знаю. Я видел. Он от сатаны. И вот с этим, так сказать, убеждением он начал эту идею проповедовать. Естественно, тут же доложили по инстанции. И против батюшки начались гниги. Как будто это и не грех совместной молитвой с католиками и прочими еретиками. Не грех обниматься с ними на саммитах и рабочих встречах, выступать с католических обвонов и говорить о едином Всевышнем. Как будто не грех ходить на выборы, голосовать за проходимцев и воров, заявлять о легитимности власти и делать вид, что наконец-то настали благоприятные времена для духовного и государственного подъема. Старцы такого себе не позволяли. Пройдя лагеря, они были открытыми противниками сергианства, противниками всякой демократии и предпочитали смерть, чем отступничество от Христа. И если бы отец Таврион был сейчас жив, он бы первый выструбил о предательстве веры и народа нашими горе-архипасторями. Чего не скажешь о нынешних ревнителях благочестия, предпочитающих молчать о правде, чем потерять место или на перстной число дьявола в этот штрих-код, который нельзя считывать, потому что это тоже дьявол в нем проявляется. Вот откуда это идет? И что за этим стоит, с вашей точки зрения? С моей точки зрения за этим стоит невежество. Понятно, что мир глобализуется, понятно, что рано или поздно то, что предсказано там апокалипсисом, наступит. Но невозможно этому противостоять, это же все равно должно совершиться. Дело в том, что мы не должны противостоять процессу глобализации как таковому. Даже если бы эти цифры были, то насколько они представляют духовную опасность для человека, это еще предстоит выяснить. Потому что все предсказания апокалипсиса о власти антихриста, они прежде всего касаются того случая, когда человек добровольно отрекается от Христа ради получения земных благ. И вот этот образ печати на лбу и на руке, который ставится в знак отречения человека от Христа, вот это тот образ, который должен христианина как бы пугать и напоминать о том, что никакие земные блага не могут быть причиной для отречения от Христа. А если где-то в ваших документах или в ваших каких-нибудь картах запрятана некая комбинация чисел, которая от вас не требует никаких сознательных действий, никаких действий нравственного характера, то в чем заключается угроза? Разрешите представиться, я делаю это. Социальная или духовная угроза несет собой попытка создания единого электронного документа удостоверяющего висимость человека. Среди аргументов, которые высказываются против этой инициативы, некоторые церковные люди предлагают такой довод, что якобы это стирает свободу человека. Наличие электронного номера, электронных документов уничтожает свободу человека. Но богослов не имеет права так говорить. Да, это правда, что электронная слежка позволяет контролировать жизнь человека. Но контролировать не значит детерминировать, не значит определять. В конце концов, если за мной следят, решит тот, кто следит. Сегодня мы имеем паспорта с хорошей символикой. Это российский традиционный герб, изображающий святого Георгия Победоносца, двуглавого орла, символа, известного в православном мире еще с византийских времен. Да, есть, может быть, не очень удачные элементы дизайна, но я не вижу принципиальной разницы между тем паспортом, который был раньше, и тем, который имеется сейчас. Сегодня разрабатывается новый паспорт. Паспорт с электронным чипом, где будут содержаться биометрические данные. подавляющее большинство верующих в нашей церкви получили пенсионные удостоверения. Да, это карточка, да, в ней есть номер, но этот номер не относится к личности человека, он относится к документу, в данном случае к пенсионному свидетельству, и я не вижу большой разницы между этим документом и паспортом, с номером паспорта же, который каждый из нас имеет. Я, насколько я знаю, позиция православной церкви достаточно двусмысленная невнятная. Вот, например, в Греции просто-напросто народ вышел на демонстрации и потребовал это не вводить. Я думаю, что многочисленным бабушкам непросвещенных деревнях нужна яркая позиция, недвусмысленная православной церкви. Поэтому вопрос. Ну, да, существует такая опасность. Все это будет. Но, допустим, какая-то бабушка или дедушка, живущая в Сибири, вот сейчас откажется от того, чтобы ей принимать паспорт. Это что? Отодвинет пришествие Антихриста? Вот вы говорите, народ в Греции вышел на улицу. Ну, хорошо. Этот народ, допустим, выйдет на улицу, значит, через некоторое время после обработки, может быть, 10-летней или 15-летней со школы нового поколения людей все равно это будет исполнено. Находятся такие люди, которым и как-то возражают против участия в переписе населения, в смене паспортов. на это покойный святейший патриарх Алексей Второй говорил, ну, что он со звездами, с серпами и с гербами Советского Союза паспорт, что милей, чем с двухглавым везантийским орлом. Вот. И совершенно справедливо. Пожалуйста, Алексей Ильич, объясните о принятии новых паспортов с чипами и о прививках с чипами взрослым и детям принимать или нет. По радио об этом уже говорят. Вот, кстати, еще один из элементов, который нам подбрасывают умные люди. Ты слышите? Не дураки, а умные дяди сидят и ищут средств, чтобы расколоть наше общество. Нас не только подорвали в плане промышленном, хозяйственном, культурном, хотят еще разорвать наше общество в клочья. Разделяй и властвуй. В чем самая большая опасность видят, большую опасность видят в этих чипах и прочих вествиях? Что мы окажемся под контролем. Каждый мы, то есть каждый человек окажется под контролем. Будет контролирована вся его финансовая, деловая его жизнь. Понятно же. Чипы, кстати, с помощью чипов невозможно управлять человеком. Слышите? Невозможно управлять человеческим сознанием. Нашу волю подавлять могут чем угодно, какими угодно средствами. Это будет всякими психотропными средствами, через те же средства массовой информации, но не чипы. Чипы к этому не способны. Контролировать. Так, чего мы, интересно, боимся здесь? Мы говорим, что это будет контроль, и мы окажемся в этом плане как бы, ну, в состоянии некоторого рабства, некоторой подчиненности. Правда же? Да, правда же. Правда, правда, верно, согласен. И они начинали по новой спрашивать, а батюшка, как нам жить, а как мы бы из этих паспортов нам ни хлеба не будут давать, ни пенсии не будут давать. А батюшка сказал, выбирайте между Христом и этим паспортом. И думайте, потому что сегодня мы живы, а завтра Господь душу заберет. И что мы скажем Господу на суде? Что? Вот скажите, что мы скажем на суде? Батюшка, в общем-то, пострадал за веру, было на него много покушений и в конце концов погиб. Я когда к отцу Кириллу все это выражал, он только был, ну это свойственно ему, старцу, у него было такое удивленное лицо, очень радостное, такое торжествующее, вот надо было видеть в этот момент, был очень такой восхищенный, такой вот, глядя на меня. И я сам радовался и понимал, и не понимал, что со мной происходит. И в общем-то, меня это особо-то не интересало, для меня это было все второстепенно, мое личное духовное состояние, мне главное было работать. Но было, что я не мог не говорить, я не мог не делиться с людьми. Я был рад, если мне находится беседник, я ему все это изливал, все это будет, о том, что же такое ННН, к чему она ведет, какие силы задействованы сатанинские, какие организации, чьими руками все это делается, как народ обманывает, вот, какими идеологиями, какими политическими средствами все это делают, как все хитро, лукаво, как лукаво, как лукаво, это даже не передать. Вот что такое глобализация, и как народ обманывает. А мы тут думаем, крест и хлеб, да жди крест и хлеб, держи карман шире, тебе крест и хлеб предложат. В том-то и западня у дьявола, в том-то и его средства обмана, что людям не дать опомниться, чтобы они как были оболванены, они как были зомбированы, вот таким бы и остались до самого прихода Антихриста. И тогда уже готовенькие поклонялись бы ему, о печати, она сейчас в действии. Вот этот вот штрих-код, это и есть та самая печать Антихриста. Только она будет наноситься лазером. Невидимо будет носиться. Человек пойдет, более откровен, пойдет получать пластиковую карточку или новый европаспорт. И в этот момент, когда он будет просовывать руку в один приборчик, он будет наноситься лазером. Это секундное дело. И печать на правую руку будет входить, входить в комнатку для получения этого паспорта или фотографирования, будет наноситься лазером тут же моментально при фотографировании и печать на его на лоб. Мы привыкли так вот думать, что печать это будет скотская. Да, действительно, отцы, так и говорят, Лавренич Черниговский и Нил Миротачев, печать будет скотской, видимо, невооруженным глазом. Но поскольку у нас сейчас у народа стала жизнь лукавая, нераскаянная, Господь попустил и другую печать. То есть, изменены пророчества. И попустил такую же лукавую печать, лазерную. Вот и Христофор об этом говорил, и Иероним, сыноксарский, тоже об этом говорил, что печать будет лазерная, невидимая. Вот как вот люди будут здесь надеяться увидеть крест и хлеб? Да, его надо вымаливать. Это зрение духовное. Просить Господи, помоги, чтобы не вляпаться во всю эту меру. Дай зрение разглядеть, где эта печать. А она у нас под ногами. Мы ее жрем, как свинья ежедневно. Это кодированная пища. Поглощаем эту печать. Мы же духовно ее приняли. Вот человек, когда принимает паспорт, что он принимает? Он духовно поклоняется Антихристу. Он же духовно принимает печать. Ты пошел в налоговую, написал заявление на пластиковую карту, тебе сразу бес, сразу невидимую печать поставил на правую руку. Пошел в налоговую инспекцию, ННН принимать тебе сразу бес и запечател печатью своей невидимую. Так вот, почему Ефрем Сирин пишет, он же нас предостерегает в своем слове на второе пришествие Христова? О чем пишет? А кто не будет запечатлен печатью его, тот ему и не поклонится. Так вот, делайте, дорогие отцы и братья, вывод. Какой? Если ты не примешь его печать, ты ему и не поклонишься. Это значит, что печать его давным-давно уже в ходу. Это его антихристово печать. Вот эти номерки, вот эти паспорта, пластик, это все его печать. Если сейчас вы это все принимаете, вы же как миленький будете ему поклоняться. О чем писал Оверке Таушев? Многие из христиан будут знать, что это он. Он пришел, он воцарился. Но они не найдут в себе силы духовные и ему противостать. Они будут как зомбированные, потому что благодать их давно-давно уже покинула. Они будут в страхе животным ему поклоняться. Вот что пишет Оверке Таушев. Это уже взримые реалии недалекого будущего. И главная трагедия это в том, что мы сейчас не глядя от этой сатанинской власти принимаем это все номерки, паспорта, пластиковые карточки, еще трубим, да ничего страшного. Что вот такое, что в этом бумажках вы такое видите плохого? Люди всегда жили паспортами. Когда жили? Безумные. Хоть бы удосужились посмотреть, какое учение старцев о советском периоде времени, советских паспортах. Что говорили старцы, которые в тюрьмах сидели, в лагерях сидели об этой власти? Что они говорили? Можно ли было от нее что-либо принимать? Можно ли было участвовать в коллективизации в первых пятилетках? Можно ли было? Так вот, если вы этого не знали, какие же вы пастыри, какие же христиане, если в этом вопросе самым главным не разобрались и помазанника не почитаете как толком, как должно быть, не хотите не каяться, чины, любые чины, хоть в тайнике, хоть если на приходе себя священник правой чин, пока им все это называете хулой, ересью, сумасбродством, помешательством, какие же это пастыри? до тех пор, пока человек не будет каяться за цареубийство, пока на деле не отвернет номерки, паспорта, документы, которые принял эта власть, на нем будет пребывать кровь помазанника. Поэтому все эти покаяния только одно слово. Когда мы приходим к священнику на Исвы, первое, что нужно, я каюсь госпом за то, что предал царя. На нас кровь пребывает. А свидетельство этой крови тем, что я участвую в этой глобальной системе. Вот где корень должен быть нашего покаяния. А мы этого не хотим видеть. И спокойно веря этим нашим богобородым пастырем, идем в храмы, слушаем. Для нас этот авторитет сказал же батюшку, патриарх же благословил. А что он благословляет? Какую мерзость! Стойте до конца! Знаете, что все, что Богом опущено, человек должен пройти. Ничего не может быть без подвига. Если в первые времена христианства были подвиги мученичества, вы помните четыре века, а потом были такие века, где от христиан требовалось подвижничество. Либо целомудренное супружество, либо девственность, воинствующее монашество в подвигах. Потом были разные времена, и так последнее будет тоже такие сильные, страшные гонения. Не надо. Покоротче будет, но будет жёстче и быстрее. Проговите. Валитесь Господу, стойте твёрдо, надейтесь только на Его. Он источник жизни. Не может никто больше и сильнее, и выше Его. Он рядом будет стоять. И я вспоминаю тот рассказ той девицы, которая в 98-м что ли году была в Молдавии, которая сказала Господь рядом. Я буду рядом стоять возле вас, когда буду вам предлагать эти документы. И когда пришлось спросить Господи, если рядом, почему не остановишь? Да потому что я вам дал свободную волю. Это только враг может вас насиловать. А у меня нет насилия. Я вам свободно открыл вам глаза. Хотите ко мне, не берите ничего земного. ? Я верю. Я верю. Я верю. Я верю. Продолжение следует...